15 февраля православные верующие отмечают Сретение Господне. Праздник Сретения отмечают в России с 10 века, то есть со времен крещения Руси. В этот день во всех православных храмах Тверской области проходят праздничные богослужения. 15 февраля православные вспоминают событие, которое случилось более 2000 лет назад, на 40-й день после Рождества Христова, встречу в Иерусалимском храме старца Симеона и младенца Иисуса. Как говорят христиане, Сретение. А история этого праздника началась давным-давно. Когда 70 толковников, мудрецов переводили Библию на греческий язык, одному из толковников, молодому еще тогда человеку, Симеону, как-то странно было, как эта дева и вдруг крадит, он усомнился. И тогда перед ним ангел пристал и сказал, вот не умрешь до тех пор, пока Христа сам не увидишь и не примешь его в свое объятие. Каждый из нас в своей жизни ищет Бога. И этот праздник говорит о том, что эта встреча возможна. По преданию, однажды Симеон получил откровение. Он не умрет, пока не увидит Спасителя. Ждать пришлось 300 лет. Поэтому для уставшего от жизни старца встреча была такой долгожданной. А Сретение Господнее с тех пор называют праздником свободы. И сейчас у каждого может быть своя встреча с Богом, свое личное Сретение. И вот Симеон долго ждал и в конце концов дождался такого дня. И как написано в Писании, что по велению Божьему, или по нашему, если сказать, так по мирскому, случайно оказался в храме. А вот эта случайность, не случайная, конечно, она как раз была этой встречей этого человека и Спасителя Христа. Это день радостный. Почему? Потому что знала ли Дева Мария, какие муки перенесет ее сын, она знала другое и знала самое главное и самое важное, что Бог-то пришел на спасение всех людей. В народе можно услышать про Сретенские морозы и оттепеля, потому что наши предки верили, что на Сретении зима встречается с весной и происходит борьба. Победит мороз, весь март будет холодным. Если же оттепель окажется сильней, теплая погода не за горами.